В эфире служба новостей СОРО 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обстановку после закрытия улицы Симашка обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения, сетевое и системное администрирование. В технопарке прошел первый чемпионат ядерного оружейного комплекса. Слава Созидателям в новом формате. Соросских школьников приглашают к участию в очередном этапе всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Дорожную обстановку, которая сложилась в новом районе после закрытия улицы Симашка, обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Депутаты городской думы, специалисты ДГХ и сотрудники госавтоинспекции рассмотрели предложения горожан, которые касались запрета остановки на улице Зернова. Корректировки режима светофоров и закрытие пешеходного перехода к парку. Подробности далее. Вопрос с запретом парковки на улице Зернова вдоль первой поликлиники до перекрестка с улицы Московской уже обсуждался на прошлых заседаниях комиссии. Запрещать стоянку транспорта полностью не будут. Однако в ближайшее время на этом участке установят знак «Остановка запрещена». Он будет действовать с 16 до 18 часов каждый день. Контролировать соблюдение этих дорожных знаков будет инспекторский состав. Знаки там установлены с соответствующей табличкой эвакуации. Поэтому если там кто-то будет нарушать право дорожного движения, естественно транспортные средства мы будем задерживать в помещении на специализированную сохраняемую стоянку. Как считают члены комиссии, запрещать стоянку полностью на этом участке не стоит, поскольку проблемы с движением там возникают только вечером, когда горожане едут с работы. Однако даже установка знаков не поможет быстро преодолеть этот участок. Когда поток движется медленно, машина не мешает. Ну кто-то ее объезжает, потому что впереди все равно. Они продолжают стоять в две полосы перед светофором. Потому что сейчас пик, естественно. Но при этом настойчивые требования уберем машину. Принципиально это ничего не изменит. Еще один вопрос касался изменения режима работы светофора на Московской ближе к ЗАГСу. Сейчас администрация работает на синхронизации этого светофора со светофором на перекрестке Зернова. Допустим, если удастся нам решить с минимальными затратами, и мы реализуем этот проект, он будет оптимальный. Когда Зеленая улица включилась для пешеходов на трех светофорных объектах. Машины все встали, люди спокойно перешли. Также на заседании комиссии по безопасности дорожного движения речь шла о том, чтобы упразднить нерегулируемый пешеходный переход на улице Зернова от парка к бане. Я согласен, что там действительно, особенно когда сверху пытаются проскочить на большой скорости, а если кто-то выходит из сквера, риск, особенно в зимнее время, очень высок, совершение какого-то ДТП и так далее. Однако этот переход просят оставить пешеходы. Сейчас прорабатывается возможность установки светофора в этом месте. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. На базе технопарка Саров прошел первый чемпионат ядерного оружейного комплекса по направлению сетевое и системное администрирование. В конкурсе участвовали молодые специалисты, которые прошли отборочные туры на своих предприятиях. За победу боролись команды из Сарова, Озерска, Заречного и Лесного. Финалисты первенства будут участвовать в отраслевом чемпионате AtomSkills 2019, который пройдет в июне этого года в Екатеринбурге. Задача – создать корпоративную сеть и доступ к интернету для предприятия. Срок на выполнение задания – 5 часов. Таймер отсчитывает время, которое осталось до завершения соревнования. Андрей Шалашов внимательно следит за тем, как работают конкурсанты. Два года назад он завоевал золотую медаль на AtomSkills и теперь выступает наставником молодых специалистов своего предприятия. Я прошел весь путь по этим чемпионатам. Я приехал первый раз на AtomSkills. Вообще ничего было непонятно, что от меня хотят, что надо делать. Но по определенным причинам я смог себе показать. Отборочный тур перед отраслевым чемпионатом проводится впервые. Андрей считает, что это решение правильное. Формат дивизионного турнира максимально приближен к условиям AtomSkills и позволяет выбрать наиболее опытного и профессионального программиста для участия в следующем этапе. Ребята могут, те, кто уже, допустим, проходит следующий этап, то есть на AtomSkills, они могут посмотреть, как это в реальной жизни работает, как работает чемпионат, то есть как справиться с стрессом, как правильно построить план выполнения заданий и так далее. Организатором первого дивизионного чемпионата выступил Российский федеральный ядерный центр в НИЭФ. Направление выбрали сетевое и системное администрирование. Проще говоря, программисты и айтишники соревновались в создании и настройке для предприятия или организации электронной почты, сайта, внутренних каталогов, обеспечения доступа пользователей для работы на компьютере. За право участвовать в отраслевом чемпионате боролись пять команд из предприятий ядерно-оружейного комплекса. Четыре участника, которые наберут наибольшее количество баллов, войдут в состав дивизионной команды. Отбор устроен так, что за три дня каждый участник должен пройти каждое направление. Задания чрезвычайно сложные и навряд ли даже подготовленный квалифицированный специалист справится с каждым островом за пять часов. Четвертый отраслевой чемпионат «Атомскилз» пройдет с 7 по 11 июня в Екатеринбурге. Отраслевые победители составят команду госкорпорации «Росатом» и покажут свое мастерство на всероссийском уровне. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, САРУ-24. В налоговой инспекции Сарова пройдет день открытых дверей. 25 и 26 апреля горожане смогут получить бесплатные консультации по вопросам налогового законодательства и заполнения декларации о доходах физических лиц. Специалисты ответят на вопросы саровчан с 9 утра до 8 вечера в здании инспекции по адресу Ушакова, 5, а также в торговом центре «Плаза» с 3 дня до 7 вечера. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан предупредили о возможном замутнении холодной воды. С 9 апреля по 10 июня Горводоканал будет проводить очередную плановую проверку пожарных гидрантов. В течение этих недель в центральном, заречном и коммунальном районах города вода из-под кранов может на короткий срок приобретать мутный оттенок. В Сарове стартует новый этап благотворительной акции «Пасхальные дни милосердия». 8, 9 и 12 апреля волонтеры центра «Радость моя» будут собирать средства для ребят с ограниченными возможностями здоровья и других нуждающихся. Сделать пожертвования можно будет в торговых центрах «Атом Плазы Куба» с 5 до 9 вечера. 13 и 14 апреля в Сарове пройдет турнир по баскетболу среди ветеранов, посвященный образованию ядерного центра. Помимо Саровчана, в нем примут участие команды из Саранска, Санкт-Петербурга, Саратова, Липецка и Москвы. Все игры пройдут в спорткомплексе «Авангард» по адресу улица Сахарова, дом 2. В администрации прошел координационный совет по вопросам подготовки к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. Начнется 9 мая в Сарове традиционно с торжественного митинга на площади Ленина. Шествие участников акции «Бессмертный полк». Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и праздничного парада. В этом году Саровчан ждет масштабная реконструкция одного из эпизодов войны, которая пройдет на новом месте. В этом году реконструкция пройдет на берегу реки Сатис в районе больничного городка, с другой стороны Маслихинского моста. Организатором традиционно выступит Военно-историческое общество 1945-й. Запланирована демонстрация новой техники и участие коллег из нижегородских военно-исторических клубов. Мы тоже с вами понимаем прекрасно, если реконструкция парка у нас состоится в этом году, то, естественно, то место уже будет непригодным для проведения таких мероприятий, поэтому нам надо новую территорию осваивать. Там хорошо чем, что меньше растительности, то есть деревьев меньше, и там больше видно. И по площади больше. И по площади больше, да. Педагоги и воспитанники Дворца детского творчества вышли с инициативой оформить открытки ветеранам детскими рисунками. В течение учебного года в ДДТ проходил конкурс. По его итогам были отобраны три лучшие работы, которые могут украсить традиционные поздравления ко Дню Победы. Дети еще предоставили и тексты, то есть три варианта текстов, которые они предлагают для напечатания на этих открытках. То есть они предлагают от детей города, от внуков и празднуков, направить ветеранам вот такие вот открытки. В День Победы в парке Мини-Зерново пройдет большая праздничная программа. Продолжится вечер традиционно около Саровского драматического театра. Там выступят солисты Нижегородского театра оперы и балета и оркестр Саровской дивизии. Завершится 9 мая в Сарове праздничным фейерверком. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Стартовал очередной этап всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». В этом году он проходит в новом творческом формате. Вместо съемки видеороликов школьникам предлагается написать сочинение на одну из трех тем. «Вклад моей семьи в создание атомной отрасли», «Слава Созидателям атомной отрасли» и «О Созидателях атомного ледокольного флота». Подробности далее. Сочинение на одну из трех тем школьники будут писать на специальных бланках. В них ребята запишут свои размышления и истории жизни людей, которые внесли вклад в создание и развитие атомной отрасли. Всероссийский конкурс проходит под эгидой Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Наш город присоединяется к акции в четвертый раз. Мне хочется призвать ребят к активному участию в этом конкурсе. Ну, хотя бы потому, что те уже, кто создал ролики, внесли серьезный вклад в создание летописи города, истории его семьи, в истории атомной промышленности. Теперь настало время пополнить летопись школьными сочинениями. Героями работ могут стать члены семьи автора, начиная с прадедушек и прабабушек, а также ветераны, отмеченные за вклад в развитие атомной отрасли. Отдельная номинация посвящена 60-летию ледокольного флота России. Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. Победители федерального этапа получают серьезные награды, призы, и надо сказать, что отправляются в детские образовательные центры. И вполне возможно, что будет очень серьезный в этом году приз. Бланк для сочинения можно получить в своей школе. Написать работу и сдать ее на проверку следует не позднее 11 мая. С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте Департамента образования. Департамента образования выполнялся волейболом три года назад. За это время спортсмену и его коллегам по команде удалось завоевать титулы призеров и победителей школьных и городских соревнований. В этом году волейболисты повысили планку и успешно выступили на областном турнире в Сергаче. Было прям супер. Такие эмоции мы никогда не испытывали, потому что это первое наше областное соревнование. И заняли третье место. По словам Никиты, на турнире сложнее всего было настроить команду на победу. По мнению капитана, общий результат зависит от каждого игрока. Во-первых, надо справиться с волнением и настроить команду на победу. Поддерживать всегда, даже если, например, что-то не получается, поддержать, чтобы в следующий раз у человека это получилось. Всего в турнире «Серебряный мяч» приняло участие пять юношеских команд со всей Нижегородской области. Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда должна была сыграть друг с другом по одной игре. В тройку призеров наша команда вошла практически без поражений. Сейчас спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям по волейболу, которые пройдут в апреле в Нижнем Новгороде. Ирина Вишегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство как лекарство используют уже много веков. И при этом мед еще очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры «Досуга внеф» начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. Но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры «Досуга внеф». С 5 по 9 апреля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальна смена температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга с 5 по 9 апреля с 10 утра до 7 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажа в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова